Паспортный стол специальный только для футбольных болельщиков разместился на улице Савнаркомовской, прямо напротив ярмарки. В день здесь могут обслужить до 4000 человек и на каждого не больше трех минут. В день открытия центра Фан-Айди, иначе говоря паспорт болельщика, первым счастливчиком вручил лично глава региона Глеб Никитин. В семье Корнишиных дети сегодня прогуливают уроки. Причина уважительная. На матчи, которые пройдут в Нижнем, пойдут все вместе. Для младшей Кристины карта болельщика вообще первый официальный документ. Это будет первый опыт. Российской команды, к сожалению, здесь не будет. Идем посмотреть на таких грандов, как Хорватия, Аргентина. Серьезные команды. Очень приятно посмотреть на них здесь, в родном городе. Паспорт болельщика придумали именно у нас, в России, в специальных чемпионатах мира по футболу. И впервые опробовали, как он работает во время Кубка Конфедерации. Вроде бы ничего особенного, небольшая карточка с фотографией, данными и штрих-ходом. Но именно этот документ иностранцам заменит визу. Еще среди бонусов бесплатный проезд между городами-организаторами. Андрей Гурюнов – нижегородский супер-болельщик. Так его назвали потому, что он поддерживает футбол столь же активно, как ранее это делали его отец и дед. За такую преданность любимой игре Андрей получил право представлять Нижний на финальной жеребьевке матчей. А летом он съездил в Москву на Кубок Конфедерации, где без главного документа тоже было не обойтись. Я зарегистрировался точно так же на сайте Фан-Айди. Через какое-то время мне пришло уведомление, что мой паспорт отправлен по почте. Я пришел в отделение почтовой связи. Тогда у нас в городе, поскольку не проводился Кубок Конфедерации, можно было только через почту получить. Сейчас делать это будет проще. Фан-Айди на время матча важнее гражданского паспорта. Его придумали в целях безопасности. То есть попасть на стадион может только тот, кто уже зарегистрирован в системе. Случайных людей на арене не будет. Можете себя чувствовать уверенно, что рядом не окажутся какие-то агрессивные лица, которые могут нарушить ваш покой во всех смыслах этого слова. Естественно, что обеспечивается комфортное прохождение контроля, при этом без снижения требований в части проверки соответствующих посетителей и так далее. Паспорт болельщика без билета не дадут. Еще есть время подать заявку на сайте fifa.com. Когда ваш запрос подтвердят, можно будет выкупать билеты. Только после этого вы регистрируетесь на сайте fanid.ru, заполняя персональные данные, в том числе и номер билета. Через некоторое время вы сможете забрать готовый документ и предвкушать будущую игру. Напомню, что в Нижнем Новгороде болельщики смогут увидеть матч между сборными Швеции и Южной Кореи, Аргентиной и Хорватии. На нашем поле сразятся Англия и Панама, а также команды Швейцарии и Коста-Рики. Очень много болельщиков придут посмотреть на Месси, придут посмотреть на Дебалу и на Демария. В Реал-Мадриде играют такие хорваты, как Ковачич и Модрич. Иван Ракетич играет в Барселоне. Поэтому это будут звезды мирового класса. На него обязательно придет полный стадион. Добавлю, что личным паспортом болельщика каждый зритель сможет пользоваться в течение всего времени проведения матча Чемпионата мира по футболу 2018 во всех 11 городах-организаторах. Екатерина Вологина, Дмитрий Лавров, Служба новостей и город.